Книга «Открытым оком». Тема «Дети. Лагерстан». Том 15. Вопрос 3029. «Как много значат детские впечатления от слышанного о Боге, о Вечности?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот два свидетельства от девочек, воспитанных в старообрядческой и баптистской семьях. «Родилась я в верующей семье. Детей было пять человек, три сестренки и два брата. О Боге я слышала с раннего детства от мамы. Она старалась привить нам страх Божий и благоговеяние к нему, нравственность. В семье не было Библии, и мы не знали Писания. Да и в советское время запрещалось продавать Библии или что-либо о жизни Иисуса Христа. Мы подрастали, и мир привлекал нас своими прелестями. Я увлекалась юности спортом. Впервые я услышала о Библии от Игнатия Тихоновича, познакомившись с ним в храме в 1966 году. Когда стала ходить на беседы Игнатия Тихоновича, узнала о жизни Иисуса Христа и о его заповедях. Появились новые духовные друзья. Мне стало неинтересно быть в кругу неверующих. Когда началось восстановление Потеряевки, мне очень захотелось приехать сюда на место жительства. Чаще слушать Слово Божие, быть на занятиях, беседах, быть подальше от городской, мирской жизни, что и осуществилось в 1995 году. Потом и внуков стала привозить. Сейчас учатся здесь две внучки. Им в Потеряевке нравится, хотя здесь строгий устав. Но без этого нельзя. Хорошая закалка. Много слышат о Боге. С ними в школе говорят, идут воскресные занятия. И главное, они здесь не видят того хулиганства, пьянства, разврата, как в городе. Чистая экологическая и нравственная обстановка. Помоги Господи им войти с чистым сердцем и верой в жизнь, и выстоять предстоящие испытания. «Слава Богу за все! За это мирное, дружное житие!» 15 февраля 2006 год. Шадрина Нина Васильевна. Поселок Потеряевка. Иова, 4 глава, 15 стих. «И дух прошел надо мною, дыбом стали волосы на мне». Мое обращение произошло в раннем детстве. Вначале это было на подсознании, а после приобрело глубокий смысл. Я родилась в семье верующих родителей. Еще с пеленок и даже, наверное, в утробе матери, уже слышала о Христе через духовное песнопение матери. Чтение Библии отца и его родителей, проповеди и беседы Игнатия Тихоновича Лапкина. Очень большой и ценный вклад они сделали с Надеждой Васильевной в развитие моей духовной личности. Все свое детство я провела в кругу верующих людей. Родители очень часто водили на богослужения в молитвенный дом. И я не могу остаться неблагодарной. Многое там почерпнуло. Летом почти каждый год ездила в христианский лагерь Стан, где все было пропитано Словом Божиим. Там я получила духовную и физическую закалку. Научилась быть выносливой. Ранние утренние молитвы, чтение Слова Божия, духовные беседы все более и уболее укрепляли любовь к Господу. Христос стал прочным основанием моей жизни. И я не представляла себе жизни без Него. Настолько крепка была детская вера, что Господь никогда не оставит. Только нужно оказывать Ему верность. И даже если что-то случалось, то это по Его воле или допущению. И все нужно перенести. Особая близость к Господу Богу испытывала 80-е годы притеснения. На смешке детей в школе, унижение некоторых учителей, обыск в 86-м году. Все это только укрепляло веру. И еще тогда я решила, без Христа я жизни не хочу. Без Него она пуста. Я душой общения ищу с тем, кто в жизни полнота. Вообще не нахожусь с момента ее основания вместе со своей мамой. Общее православие для меня было утомительным стоянием. А главное, славянский язык был для меня тяжелым испытанием. Тем более было с чем сравнивать. Но когда организовалась община, и тогда блеснули, как луч света в темном царстве, проповедь Евангелия, чтение на русском языке, и душа стала ликовать, что она насыщается, неотвержена и не забыта. На воссоединение с Московской Патриархией смотрю печальными глазами. Но на все воля Божия. Куда скажет, пойдем, что прикажет, снесем. Нужно лишь в послушание идти. Слушай, верь, нет другого пути. Обрести спасение в Иисусе Христе. Дмуха Петеримова Татьяна Анатольевна. Филиппийцам 4 глава 13 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Псалом 21, 11 стих. На тебя оставлен я от утробы. От чрева матери моей ты, Бог мой.